Здравствуйте! Я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату! Сегодня я покажу, как из полимерной глины сделать комплект украшений, кулон и серьги в виде сердечек. Приступаю к изготовлению кулона. Раскатываю пласт полимерной глины красного цвета. Сверху кладу кусочек ткани. И вместе с тканью прокатываю глину через пастомашину. В результате на глине отпечатался рисунок фактуры ткани. Теперь мне понадобится небольшой кусочек виниловой салфетки и тонкий пласт полимерной глины белого цвета. Смачиваю салфетку водой, кладу ее на пластику и прикатываю скалочкой. Ножом с острым лезвием обрезаю пластику по краю салфетки. Затем убираю салфетку. И вот что у меня получилось. На глине появился красивый кружевной рисунок. На пласт глины красного цвета с фактурой ткани кладу пласт с кружевным рисунком. Аккуратно прижимаю, чтобы пласты прилипли друг к другу. Лишнюю пластику отрезаю. Теперь мне понадобится большой каттер в форме сердечка. Накладываю формочку на глину таким образом, чтобы кружевной рисунок расположился ровно относительно центральной линии каттера. Переворачиваю формочку с пластикой изнаночной стороной вверх и начинаю вдавливать глину внутрь каттера. Делаю это очень аккуратно, чтобы не порвать пласт глины. Раскатываю еще один пласт полимерной глины красного цвета и придаю ему фактуру ткани. Кладу этот пласт на рабочую поверхность с фактурой вниз. Размещаю на нем формочку с глиной, режущей поверхностью вниз. Хорошенько надавливаю. После чего аккуратно извлекаю сердечко из формочки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не помять деталь. В результате у меня получилось полое сердечко. Отправляю его запекаться. А я тем временем займусь изготовлением сережек. Раскатываю еще один пласт полимерной глины красного цвета и также придаю ему фактуру ткани. На тонкий пласт полимерной глины белого цвета накладываю виниловую салфетку, предварительно смоченную водой. И хорошо прижимаю ее к глине. Ножом с острым лезвием обрезаю пластику по краю салфетки. Затем убираю салфетку. Разрезаю пласт глины с кружевным рисунком на две части. Одну из этих частей кладу на пласт глины с фактурой ткани. И аккуратно прижимаю. Затем беру маленький каттер в форме сердечка и размещаю его на глине. Слежу за тем, чтобы кружевной рисунок ровно расположился внутри формочки. Лишнюю пластику отрезаю. Переворачиваю каттер с пластикой изнаночной стороной вверх и начинаю вдавливать глину внутрь формочки. Небольшой пласт полимерной глины с фактурой ткани кладу на рабочую поверхность фактурой вниз. Сверху располагаю каттер с пластикой. Вырезаю деталь и аккуратно извлекаю ее из формочки. Повторяю все эти действия еще раз и у меня получаются два маленьких сердечка. Отправляю их запекаться. Тем временем большое сердечко запеклось и остыло. Займусь декорированием его боковой части. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины белого цвета. Один край пласта срезаю волнистым лезвием. И затем обычным лезвием отрезаю поломку шириной 3 мм. Стеком с шариком на одинаковом расстоянии друг от друга делаю углубления. Затем беру иголку и делаю небольшие отверстия по волнистому краю. В результате у меня получилась кружевная ленточка. На боковую часть большого сердечка наношу фимотель и приклеиваю кружево по краю сердца. Вот что у меня в результате получилось. Отправляю сердечко на повторное запекание. Когда все детали запеклись и остыли, приступаю к тонировке. Пальцем набираю небольшое количество акриловой краски и растираю ее на бумаге, чтобы убрать излишки. Полусухим пальцем наношу краску на выпуклые участки фактуры. Краской белого цвета тонирую фактуру ткани, золотой краской тонирую кружево. Когда краска высохла с верхней части сердечек сверлю отверстие для штифтов. Приклеиваю штифты на суперклей. Кулону при помощи соединительного колечка креплю бейл. В бейл вставляю две цепочки. На концы цепочек вешаю застежку тогол. На сережке креплю швензы. В результате у меня получился чудесный комплект. Милые сердечки с имитацией ткани и кружева украсят ваш праздничный наряд. Такой комплект может стать и прекрасным подарком в День Святого Валентина. А я поздравляю вас с этим праздником и желаю творческих успехов! До новых встреч!